Я могу себе позволить жить на сегодняшний день в честности. Это доступно очень редко кому. В тотальной честности это когда ты делаешь только то, что нравится тебе. Ты делаешь только это от души. И если ты это что-то делаешь, то каждый окружающий меня человек знает, что это действительно искренне, это от сердца. То есть если мне будет что-то неприятно, неприятно общаться с каким-то человеком, неприятно находиться в каком-то месте. Мне абсолютно не важно, сколько там будет какая-то финансовая поддержка, либо там будут какие-то уважаемые люди для кого-то в каких-то кругах. Я могу развернуться и уйти. И это будет по-честному. И здесь стоит не в том, что, а что будет потом, как ты будешь потом за свои последствия отвечать. У меня сейчас складывается жизнь так, что последствия это есть мое настоящее. И если я себе совру в чем-то, то это и будут последствия, на которых я буду думать, когда я буду заходить в прошлое, ковыряться там, думая, а почему у меня такое настоящее. И вот чтобы мне не ковыряться в прошлом, просто начинать жить так, как хочется тебе, по-честному и от души. И тогда ты будешь постоянно находиться в моменте. Тебе не нужно будет возвращаться туда и думать, а для чего мне это. Что я сделала не так. Ты знаешь, я жизнь делю на четыре составляющие. Главное – это отношения, здоровье, духовная практика, карьера. Вот у тебя на данный момент кто больше в приоритете? Куда ты движешься? Каждого сейчас, я слушаю людей, кому-то денег надо ищет на фестивале отношения. А у тебя что-то будет делать? Смотри, если я поделю жизнь, как ты делишь, то я буду свой фокус внимания постоянно буду… То есть меня не будет цельной. Я буду либо туда уделять время, либо туда, либо туда. А если ты это все объединяешь, то есть как объединяешь? У нас всегда есть финансы на то, что нам хочется. Хочется тебе. Не хочется, потому что это в социуме модно. Не хочется, потому что это нужно сделать для кого-то. А именно если для тебя, то для этого всегда находятся финансы. И чтобы ты мог себе позволить абсолютно все для своего развития, для своей жизни, то ты должен жить по-честному. Точно так же, как и с партнером. То есть партнер найдется только такой, с которым тебе не нужно будет что-то рассказывать или доказывать, с которым тебе будет очень комфортно просто молчать. Потому что вы будете идти не просто, как у нас говорят, в рост, да, а в расширение, в расширение своего пространства. И это клево. И это опять же через честность, когда ты начинаешь жить, а не искать чего-то, чего у тебя нет. Ты же начинаешь искать только то, чего у тебя нет. А если у тебя есть все, то ты тогда концентрируешься только на себе. И когда ты цельный, когда ты восхитительный, когда тебе не хочется взять от кого-то, от партнера любовь, от работы финансы, от чего-то еще что-то, тогда тот, кто находится за твоим полем, партнер, работа, еще что-то, они не в напряжении. Они понимают, что от них сейчас ничего не отщипнут. Они понимают, что им только изобилие будет отдаваться. И это другое. Скажи, пожалуйста, что для тебя этот фестиваль, этот нынешний фестиваль? Для меня этот фестиваль – это еще большему количеству людей рассказать о том, насколько они космические, что все есть в них, что не нужно идти ни за какими гуру, ни за какими учителями, мастерами. Да, они на каком-то этапе важны и нужны обязательно. Но не зацикливаться на них, а просто смотреть внутрь себя и через ощущение тела идти к чувствованию себя. И это уже про другое. Вот именно здесь я, именно поэтому я езжу на фестиваль, чтобы показать людям, какие они большие. Ты это показываешь через себя? Я это показываю, наверное, через свое поле. И через свое поле показываю их самих перед ними. Вскрываю. Вот завтра у меня как раз будет лекция, и я сказала, если кто-то готов на публику вскрыть свою проблему, абсолютно любую, мне не важно, какая проблема, не важно, какой затык, то я готова это сделать, чтобы вы понимали, как это идти через честность к себе. И когда ты выходишь через честность, у тебя больше нет границ, нет ограничений. Ты есть это все пространство. Я знаю, что ты в автономии уже два с половиной года. Да. Это такая самая главная фишка. Да, про которую я стараюсь особо не говорить, потому что люди начинают думать, что как только они минимизируют, так скажем, свое питание, то у них начинают исполняться желания. Мопеды, велосипеды и все на свете. Это не так работает. Это работает от другого. То есть, когда ты становишься цельным, когда ты идешь через осознание, то те моменты, которые вызывают эмоции, а эмоции – это поверхностное, это не чувствование, то те моменты, которые вызывают эмоции, они становятся тебе неинтересными. И именно поэтому такие моменты, как еда, они становятся неактуальны в твоем мире. Это отваливается уже потом. Это не самоцель. Ни в коем случае. Никакие эскезы, никакие голодания. Нет, я против этого. А ты сталкиваешься с тем, кто тебе не верит? Конечно, каждый. Но я думаю, я даже не думаю, а уверена, что даже люди, которые говорят, как бы мы тебе верим, у них все время есть такое, а что она вечером-то, она же одна остается, а вот там же, она, наверное, там под подушкой что-то ест. Но это абсолютно не имеет никакого значения. Поэтому я ребятам всегда говорю, не надо мне верить, проверяйте на себе. Потому что мы же, вера, это всегда про то, чего нет в нашем мире. Когда у нас есть знания, то нам не нужна вера, мы просто это знаем. Вот чтобы не привлекать в свою жизнь веры, которая займет все пространство в вашей жизни, проверяйте на себе. Как ты к этому пришла? Я пришла через болезнь. Мне врачи дали два месяца срока. И у меня, в принципе, не было выбора. И я понимала, что если я останусь в этом состоянии, то через два месяца я сто процентов умру. А если я пойду другим путем, то там будет 50 на 50. Я либо умру, либо выживу. Поэтому я пошла тем путем, где у меня был хоть какой-то момент, что я могу остаться в живых. Это вообще без воды и без еды? Да. Вообще без воды, без еды и с минимальным количеством сна. Я слышал, что люди... Ну, еда – это такой самый простейший способ насыщения энергии. Ну, это такой, не то, что простейший, примитивный. Примитивный, да? Люди должны сейчас, в принципе, уже переходить на новые сочные питания. А что ты чувствуешь? Что осталось в жизни? Я вижу мир беспрекрас, такой, какой он есть. В моем мире нет хорошего и плохого. В моем мире нет того, чтобы я хотела поменять. В моем мире есть только тотальная гармония, и все, что не происходит – это просто факт. Это не хорошо, не плохо. Это просто есть. Ты дальше будешь продолжать? Или это временно? Ну, я не заглядываю так надолго на дальше, но сейчас я понимаю, что мне это неинтересно, у меня другой путь. Это как... Я очень часто привожу пример. Это мы же все начинали ползать, пока не научились ходить. И сейчас мы тоже можем ползать. Но на работу или в магазин мы предпочитаем идти ногами, хотя ползать тоже умеем. И здесь точно так же. Я же знаю, что такое еда. Я знаю, где она продается, как ее приготовить. Но мне это неинтересно. У меня другие видения на этот мир. Скажи, пожалуйста, во время автономии может быть открываются какие-то видения по плану, по пламени? Ну, я бы, наверное, сказала, что это не открываются, это наши базовые настройки, когда мы видим другие плотности. Когда мы уже четко понимаем, осознаем, что, например, человек, который умер, он же не улетел на другую планету. Он остался здесь же, в этом же пространстве, но в другой плотности. И ты его видишь, тебе уже не важно, в теле он находится в этом физическом или нет. Ты видишь другие плотности, ты можешь находиться в нескольких мирах одновременно. То есть не секрет же, что мы находимся единоразово в нескольких мирах. Это вот с этим связано дежавю, или там, например, ключи положил, и потом ходишь и думаешь, не можешь их найти, где же они только живут, в руках они были. Это как раз все о том, что мы можем себя собирать из разных миров воедино. И вот когда мы себя собираем, тогда мы понимаем, что это пространство, единое пространство, это и есть мы. Это уже другие ощущения, другие чувствования и, наверное, другие способности. Но я бы не назвала это способностью, потому что люди называют способности именно про то, что они могут взять того, чего не брали до этого. А здесь открывается видение, что у тебя и до этого это все было, но ты по определенным причинам, по причинам страха не мог их взять. А здесь ты просто видишь, что ты это все можешь. Скажи, пожалуйста, а ты знакома с Дмитрием Лукшиновым? Он прославился в свое время тоже темой автономии, два с половиной года, стал таким наставником в области... Я о нем слышала, я бы так сказала. Я его лично не видела, никогда с ним не знакомилась, не общалась. Я слышала, что есть такой, да. Я сразу подумал, вспомнил его. У него с этого путь начался такой большой, в мире семинаров, от ретрита. Сейчас это такой уже большой проект сварга. Ты мне почему-то увиделось, что тебя это тоже ждет в ближайшее время. Ну, не знаю, я провожу ретриты, да, но у меня там ретриты именно не по наставничеству, а по вскрытию. То есть я человека вскрываю через него самого. А как это происходит? Что за практики? Поделись, пожалуйста. Я их называю по болтушке. У меня все поражаются, как это вообще происходит. Но мы, в принципе, садимся, мы разговариваем, общаемся. Ребята раскрывают свои какие-то проблемы, то, что они не могут решить. И мы об этом разговариваем. И мы разговариваем, то есть они говорят слова, которые не есть они. Но так как замкнутое пространство, они находятся в моем поле. И я становлюсь ими. И когда они что-то говорят, я слышу и чувствую, кто они есть, неважно, что они говорят. И достаю из них того истинного человека, кто он есть. И когда он на себя смотрит, он понимает, что страха не существует. Страх – это всего лишь мысль, в которую мы поверили. И потом ты уже думаешь, а мыслить тебе эту мысль, оставаться в этом страхе, либо нет. Это уже твой выбор только. Ну и, конечно же, практика, моя любимая практика – это клетки. я знаю, я знаю, я вижу, и вижу, что происходит внутри у человека. И научаю его самостоятельно себя исцелять через клетки, вычищать межклеточное пространство самому, чтобы у него был другой уровень его тела, другие возможности самого себя. – Светлана, на фестивале какие-то будут у вас программы? – Да, у меня было две встречи, завтра еще одна будет встреча. Это как бы не программа, наверное, я просто рассказываю, рассказываю про себя, рассказываю, какие возможности у человека, не только у меня, у каждого абсолютно. а завтра я буду несколько человек буду вскрывать и люди посмотрят, насколько просто повернуться к себе и насколько тяжело это сделать морально. А по факту это все у нас есть. – Спасибо вам большое. – Спасибо. – Спасибо.